Всем привет! Сегодня мы опять на Арбате. Сегодня мы ищем определенные машинки, которые будут похожи на раллийные, для того, чтобы снять с ними определенный контент. Поэтому сегодня мы не гоняемся за СТХ. Если, конечно, попадется, будет классно. Но, если не найдем, то у нас есть цель, мы ее придерживаемся. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У меня сегодня цель найти раллийную машинку, которая, типа, ездит либо по снегу, либо по песку. Опа! Майте, нашли открытую. Ребята, распак в прямом эфире. Можем посмотреть на эту модель вот здесь вот. Вот так она выглядит. Как вам такое? Видели распак в магазине? Уникально. Так, давайте посмотрим сверху, что у нас тут есть. Так, раллийной нету. Много оранжевого фургона. Также мне в комментариях подсказали. Спасибо, что подсказываете в комментариях, что я в одной из охоте упустил ТХ. Ну, в принципе, ТХ-шечка это не из ТХ-шечка, поэтому мне особо жалко. Но все равно, на будущее буду более внимателен. Буду чекать и ту модель, которую я упустил. Упустил я именно машину с пузырями. Хотя она, конечно, очень странная, но... Так сказать, для галочки можно было бы и взять ТХ-шечку. Так, раллийных машин что-то я вообще не вижу ни одной. Походу придется брать оранжевый грузовик. Так, за это мы вроде смотрели. Это сверху, самая отличная сверху. Прям по карте. Ничего путного. Так, форт. Так, впрочем, что завоза-то особо-то и не было. Что все старенькое. Или нет? Кто недавно смотрел мой предыдущий ролик, скажите. Опа! А вот и она, кстати. Нет, ребят, это обычная. Не ТХ-шечка. Так что меня, походу, обманули в комментариях. Ай-яй-яй, так делать не нужно. Зачем? Зачем вы меня водите? Сказать, заблуждение. Эм. Это что-то такое этакое. Первый раз такое вижу. По сути, это трактор. Трактор Hot Wheels. Ну, такое, если честно. Налюбителя, конкретного налюбителя. Так, опять фургон. Опять фургон. Так, зеленый Бэтмобиль. Так, что-то все очень грустно. Ничего путного нету. Надеюсь, здесь есть еще один стенд. Ух. Еще зеленый Бэтмобиль. Так, надеюсь, сейчас вам будет видно лучше. Так, на самом деле, вот эта модель нам достаточно подходит. В принципе, мне она неинтересна, но для наших, так сказать, будущих планов она нам подойдет. Давайте мы ее отложим. Ну, это, конечно, не совсем то, что и хотелось бы, но, в принципе, нормой. Ну, вроде мы и все просмотрели. Здесь особо ничего нет. Так, давайте посмотрим из паков, что есть. Заодно, может, на распак что-нибудь возьмем новое. Так, вот такая есть. Ну, 2-3 подойдет. Все остальное не очень. Так, фантазики сразу нет. Они нам не подойдут для наших целей. Вот это можно взять, на самом деле. Достаточно крутой наборчик. Нам можно, конечно, не суперидеально подходит. Но на распак можно такое взять. Давайте отложим. Ну, старые модельки. Достаточно интересные. Как тут все одно на одно. Так, ребят, здесь что-то новенькое. Вот это, я думаю, можно даже взять. Смотрите, это та самая машинка. Одна из самых первых. Ну, вот этот набор, на самом деле, достаточно интересный. Можно его взять. Хотя вот эта фантазийка, но это я просто знаю, какая фантазийка классическая. Поэтому и такую фантазийку, такая даже есть, на самом деле, в реальной жизни ее сделали. Ну, и вот эта последняя тоже классная. Так, откладываем вот эту. Смотрим, что еще есть. Забавно, забавно. Так, это новенький, не новенький. Вроде что-то похоже. Вот эта сити. Смотрим, что еще есть у нас по пяти пакам. Кстати, сразу инсайд наперед. Я там видел сбоку висели трех паки. Если посмотрим, что и там есть. Может, что-то интересное. Блин, пяти паков прям офигеть много. Очень много. Они все какие-то странные. А, вот эти вот мешаются. Просто все падает. А, ужас какой. Так, ну что-то все однообразные какие-то у нас идут. Даже нет тех, которые мы сделали обзор. Так, ставим на место. Такое, сколько мы отложили. Так, а он сбоку видно, на самом деле, что есть. Ну, последний записан, что за последний. Ах, не ерунда. Да? Да. Так, давайте по десяточкам посмотрим. Ой, что у нас тут есть? Вот это классно. Так, ну вообще, конечно, здесь все есть в одиночном экземпляре. Поэтому очень странный набор. Мы не можем дальше. Так, здесь по сути то же самое, но чуть-чуть другое прям. Вот это получше будет. Вот это, мне кажется, самый имбовый. Здесь наша вот эта тачка есть, вот эта тачка есть, даже вот это. И Audi TT. Прикольно. Но нам он не подходит для наших целей. Так, ну 20 пак. Стоит 3000. Брать это, конечно, не собираюсь, но выглядит прикольно. Так, давайте посмотрим, что здесь есть по трех пакам. Ford есть классный. Вот видите, у них и фантазийки много. Хотелось бы, конечно, трех пак с нормальными тачками в 7. На счет деле тут трех пак и плюс-минус все одинаковые. Вот я поднимаю, все одно и то же. Ой, ладно. Так, ребят, тут у нас еще один стендик оказался. Давайте прочекаем. О, вот это нам идеально подходит для нашего, так сказать, плана. Давайте вот сюда отложим, чтобы меньше глаза мозолило. Так, помните, да, нам нужна райлиная машинка. Потому что с ней будет прикольный контент. О, ребята, вот это я забираю. На обмен, естественно, у меня аж такая есть. Мы, кстати, прошлую ТХ-шечку оранжевую мы нашли здесь. Примерно вот здесь она висела. Сейчас было бы забавно, если здесь еще одна висит. Что-то здесь сверху особо больше ничего и нет. Так, смотрим. Эх, обогнули меня сейчас с этой ТХ-шкой. Ай-яй-яй, ребята, ребят. Так, вот здесь мы просматриваем вот так насквозь. Здесь вот так просматриваем. Здесь куча зелененьких, опять же. Но видите, не зря зашли. От ТХ взяли на обмен. Я как раз на авито нашел парня, который ТХ готов поменять на АЕ86. Единственное, у меня, конечно, АЕ86 тоже есть. Но можно ее тоже потом поменять в будущем. Поэтому такой обменяем для того, чтобы обменять, как говорится. Потому что мне кажется, ТХ все-таки интереснее. Ой, тьфу. АЕ86 интереснее, чем именно вот этот ТХ. Так, ничего, и последний рядок. Он у нас может быть самым интересным. В прошлый раз он нам показал очень много интересных моделек. В этот раз обрадует, нет? Нет, вот расчет вообще не радует. Так, походу всю классику забрали. Американских машин вообще нет. Да, американские машинки, как я заметил, прям очень ценятся на авито. Это что такое еще? Жесть какая-то. Это странный поезд. Вот, поезд нам точно не нужен. Нам он не подходит к формату. Это что еще такое? Хе-хе-хе. Ой, забавный, забавный. У меня он такой не нужен. Так, ну и вот последний ряд. Здесь. Я посмотрю, что с этой стороны есть ли. Какой-нибудь трек интересный. О, трек. Во, ребят, вот этот трек я и заказал. Здесь он стоит 2000. Я заказал за полторы. Единственное, здесь машинка прикольная. Надеюсь, мне такая же пойдет. Но это точно... Я не знаю. Также, ребят, посоветуйте, какой трек еще взять. Я взял чисто для обзоров. Так, давайте взглянем на матчбокс. Что тут есть интересного? Так, с открывашек начнем. Что, все одинаковые, да? Все одинаковые. Прикол. Ау, ребята! Давайте, пишите в комментариях. Покупать мне ее как автоход или нет? Она, походу, будет всю жизнь висеть. Хе-хе! Так, трехпак. Мы это увидели. Так, а что у них из трехпаков висит? Очень странные наборы. Ох, ну это прям жесть какая-то. Вот что-то по матчбоксу мне, допустим, не очень заходит. Какие-то невыразительные. Может, у нас коробка какая-то невыразительная. Вот пятипак. Вот такой вот странный. Самый нормальный это ламба. Все, помимо ламба это вообще... Ладно, вот это тоже прикольно на самом деле. Типа таксишка такая или что? Ну, в принципе, если делать миниатюрки, то, наверное, нормально. Так, что тут еще путано? Так, ну это фантазийка, да? Похоже чем-то на машину Джеймс Бонда. Только из мультика какого-то. Так, это металл машинц. Металл машинц. Типа металлические машины. На вид, конечно, все равно как пластмассовые. Особенно вот это, блин, капец. Так, вот это служба спасения какая-то, да? Прикольно. Сельская. Вот это нормуль. Вот это прям хороший. Трехпак. Прям отлично трехпак, смотрите. Снизу форт. Такой прям как Леонора. Офигенно. Ну, такая вот странненький, типа, джип. Чем-то на фантазийку даже похож. Может и нет. А это вообще похож чем-то на Запорожец старенький. Ну, конечно, не Запорожец. Никаких даже не знают. Это Volkswagen. Это Volkswagen. Какая-то 4х4 и Ford Mustang GT. Ну, если бы я собирал Matchbox, то это бы я, конечно, забрал. Давайте повесим ее поближе, чтобы ее видели. Так, Honda Civic самая нормальная. Странно, что у них машинки, видите, Honda Civic посередине. Написано сверху Honda Civic. Это странно. Почему нельзя в порядке? Как написано, так и поставлено. Очень странно. Ладно. Это мне, наверное, объяснят комментаторы Matchbox. Кто в теме. Вот это, конечно, капец, ребят. Это просто ужас. Вот эта моделька они должны уничтожить. Вот такой вот пятипак я выбрал. Ну, и, конечно же, ТХ-шечку забирай. Пиши в комментариях, чтобы ты взял. Мне кажется, я сделал хороший выбор. Все, ребят, всем удачи. Всем пока. Всем пока.